На Тенгизском месторождении в Атраусской области начинают строительство еще одного завода. Возводить его будут почти 20 тысяч человек. Предполагается, что большинство рабочих мест займут казахстанцы. Сводом в строй нового предприятия объемы добычи нефти на Тенгизе достигнут 36 миллионов тонн в год. Однако Тараусы опасаются, что завод негативно повлияет на здоровье людей и экологию региона. А есть ли у нефтяников убедительные доказательства безопасной работы предприятия, выяснял Виктор Сутягин. С 24 до 36 миллионов тонн в год увеличится добыча нефти на Тенгизском месторождении, где приступили к строительству нового завода. Предварительная стоимость проекта около 40 миллиардов долларов. Процессы строительства будут созданы, на пике строительства будет создано около 20 тысяч рабочих мест. Из них предполагается, что 15 тысяч будет создано непосредственно на Тенгизе, то есть в Атраусской области. И 5 тысяч на производственных площадках, где будут производиться модули в Мангистауской области. Строительство на Тенгизе даст новый импульс развитию экономики многих регионов Казахстана. Завод будет собираться из модулей общим весом 253 тысячи тонн. Вес 88 из них от 300 до 1800 тонн. Заказы на изготовление части модулей разместят на отечественных предприятиях. Это еще тысячи рабочих мест. Трансфер новых технологий, которые освоят казахстанские производители. Но увеличение добычи нефти, содержащей почти 20% сероводорода, это и новые риски. Строительство нового крупного нефтяного завода вызывает у аутуравсов и вполне закономерные вопросы и опасения. Не окажет ли предприятие пагубное влияние на экологию региона и не появится ли на Тенгизе новые горы Серы? Эти опасения жители области выразили на общественных слушаниях, где речь шла о воздействии добычи углеводородного сырья на окружающую среду. В первую очередь людей волнуют. Это вопросы влияния на здоровье людей, вопросы влияния на акваторию Каспийского моря, на донные отложения, вопросы выпросов в атмосферу и вопросы обратной закачки газа в класс. По словам специалистов, при проектировании завода применят самые современные на сегодняшний день в мире технологии. А опасения, что на Тенгизе, как это было раньше, вновь начнут складировать миллионы тонн сера, беспочвенно. В проекте завода даже не предусматривается строительство установок по подготовке попутного серосодержащего газа, какие действовали раньше. Нет и установок по производству серы. Весь газ будет закачиваться под землю. Это и забота об экологии, и возможность поддержать внутрипластовое давление. Но, выслушав заверения специалистов о безопасности проекта, местные ученые и экологи потребовали каждый этап строительства согласовывать с общественностью. Еще раз просчитать все возможные риски, в том числе и связанные с закачкой газа, доставкой огромных модулей. Большая нефть, работая на благосостояние всех казахстанцев, не должна навредить региону. Виктор Сутягин, Тимирал Сутенгазиев, Атраусская область.